Торжественная присяга – момент, который останется в памяти навсегда. 36 юных кадетов дали главную клятву. В Хантамасийске на торжественную церемонию школьники приехали из села Нялинское. Там находится кадетская школа-интернат имени Ивана Безноскова. Это учреждение было открыто по инициативе губернатора Югры. Чеканя шаг, кадеты несут флаг. Даже волнение перед торжественным моментом не мешает держать строй. Впрочем, как ни сдерживайся, а эмоции переполняет всех – и детей, и родителей. Не только потому, что это особенный день. Все-таки молодые люди провели год вдали от родных. Скучал первые два месяца, а потом уже и привык. До Нового года он у нас прям просился домой даже и говорил, что я лучше дома буду учиться. Ну, как-то вот втянулся, смирился и как-то вот мы очень даже рады. Дисциплинирует очень сильно, что он у нас такой дисциплинированный стал. То есть носки сам стирает, кровать научился заправлять. За свой первый год обучения ребята научились важным не только для солдата, но и для гражданина вещам. Держать строй, соблюдать дисциплину, уважать товарищей. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю! И вот теперь они готовы дать главную клятву в своей жизни. С ее последним словом они станут настоящими кадетами. Первое удостоверение, первая большая ответственность. Два, три, ура! Любовь сразу заявила родителям, что хочет сменить платье на форму. Трудности ее никогда не пугали. Я поступила сюда, была уже кадетом, и для меня это уже не тяжело. Я уже привыкла к распорядку дня такому. Она в летом узнала, что школа, и мама, я хочу в школу. Я говорю, ну мы тут уже в кадетском корпусе, как бы класс вот у нас. Нет, я хочу в школу, я хочу будущее, я хочу быть военным. Ну пока вот ребенка поддерживаем, не знаем, как дальше будет, но надеемся, что мы будем военные. Патриотическое воспитание и подготовка к государственной службе – вот ради чего создавалась кадетская школа-интернат имени Ивана Безносского. Ей всего три года. В 2019 году будет первый выпуск одиннадцатиклассников. Мы сплачиваемся, и вот на самом деле они пропитываются этим кадетским братством. В кадетских школах я не хочу их никого обидеть, но они отучились и пошли домой. А здесь семья, и мы занимаемся с ними круглосуточно. Сегодня в школе-интернате уже обучаются более ста человек из 11 муниципалитетов округа. А к 2020 году число кадетов должно вырасти до 400. Руководство планирует расширяться и строить новые корпуса. Милана Поварницына, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.